приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня я хочу показать ту декоративную косметику которой я пользуюсь в повседневной жизни и расскажу немножко как я себе организовала пространство чтобы все было удобно под рукой и не надо было тратить время на поиски нужной косметики потому что время это самое главное и чем быстрее мы делаем макияж независимо какой он сложный тем лучше и кстати хочу отметить что это видео снимается только благодаря вам и Михаилу который вас всегда поддерживает он сказал зрители просят давай снимать итак давайте я вам покажу все свое богатство во-первых посмотрите я пользуюсь мобильной студией которую мне подарила компания oriflame была акция надо было работать с командой что-то там рекрутинг мы эту акцию выполнили нам подарили такой чемодан и к нему потрясающе удобный стул высокий мы долгое время работали в офисе именно с этой студии то есть мы ее ставили приглашали людей в гости сажали их на этот стул и делали макияж потом фотографии с этой студии у нас девчонки и женщины они просто визжали от восторга потому что чувствовали себя вот просто голливудской звездой и сейчас когда мы переехали в свой дом я говорю миша мне не надо никаких специальных косметических столиков там каких-то с ящиками мне очень удобно то что у меня вот тут все открыто все в таком вот на виду удобное зеркало есть подсветка тут ящички еще запрятаны давайте все покажу теперь поближе итак давайте начнем так слева направо двигаться ну тут у меня на этой полочке удобно стоят ароматы которыми я именно сейчас пользуюсь то есть я периодически меняю композицию ароматов и вот сейчас я выставила те которые сейчас хочу я то одним то другим но в основном сейчас у меня любовь инфинита новый аромат от oriflame вот каждый день им брызгаюсь а до этого вот чередовала то этим то этим мои тоже любимые амбра эликсир необыкновенный просто аромат вот дальше здесь это у меня стоит в стакане карандаши то есть всякие-всякие карандаши вот пару заколочек попалось и мне удобно то что я знаю здесь только для губ здесь нет ничего другого кстати вот один вражеский карандаш сейчас расскажу вот покажу продукты которые у меня не oriflame их очень мало это прям вот но можно по пальцам на одной руке сосчитать но они есть далее стоят кисти кисти стоят в этой банке и кисти у меня лежат мелкие в основном вот здесь что мне удобно то что я сразу вижу какая кисть я вижу например кисть грязная я не возьму да у меня есть всегда смена и если я вижу что все кисти чистые кончились я быстренько все стираю стараюсь стирать кисти ну почаще где-то два раза в неделю у меня получается что я кисти промываю я их купаю шампунем промываю несколько раз в воде прям под струей воды промываю и просушиваю кисти очень качественные кстати тоже совсем недавно получила на обзор посылку от одной компании выложила уже видео и выбрала у них кисти знаете неплохие кисти кстати но oriflame в сто раз круче конечно их даже вот так вот видно вот кисточка oriflame то есть она прям такая ласковая и это но она тоже неплохая вот oriflame даже не поймешь искусственный натуральный ворс здесь же сразу видно что это искусственный ворс но в общем-то неплохое качество кисти послушные поэтому пусть будут потому что лучше как говорят сразу набрать кучу постирать разом чем каждый день заморачиваться ой кончились кисти что же делать и так далее так вот в этом лоточке у меня стоят тональные основы праймер вот они тут рядышком пудры румяна вот и все здесь кстати новинка которая мне полюбилась кушон тоже прям очень люблю невероятно красивая кожа получается с этим кушоном и я его сразу вот знаете вот как говорится берешь продукт и он либо нравится либо не нравится вот этот мне понравился сразу я не знаю насколько его хватает по времени но удовольствие от его использования стопроцентное далее здесь вот смягчашки для губ у меня стоят и бальзамчик все время мажу смягчашками то что удобно то что этот столик у меня прям в спальне и я перед сном подхожу у меня здесь крем для рук смягчающее средство я мажу сразу руки кремом губы локти я все смазываю иду на кровать там рядом с кроватью у меня крем для ног лежит спрей лаванда то есть ну как бы я стараюсь пространство организовывать так чтобы не тратить время на поиск нужной продукции так далее здесь у меня тоже а вот для ногтей это то что вот всегда нужно чтобы быстро было под рукой то есть сейчас постоянно пользуюсь этим лаком холодное шампанское обожаю этот лак к сожалению его сняли с производства но иногда появляется в распродаже вот он у меня тоже на ногтях сейчас часто спрашиваете про него 32735 прям акцентирую внимание если будет где-то в распродаже возьмите его обязательно далее здесь у меня целая коробка с помадами это очень неудобно искать их очень неудобно искать единственная помада которую я обожаю их сразу видно через прозрачный колпачок все остальное занимает очень много времени и я думаю все-таки надо как-то разделить или другую взять коробочку отделить например тут только розовые здесь теплые здесь матовые то есть я этим займусь в ближайшее время потому что порой хочется накрасить быстро губы и думаешь а где эта помада особенно серия giordani они очень все похожи и каждый раз достала а не та а не та вот нашла все нашла поставила которыми чаще пользуюсь я стараюсь их отставить или вот чтобы они были на виду далее здесь у меня в стакане стоят карандаши для глаз то есть тоже удобно то что я беру сразу сверху вижу так 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 коричневый нужен серый нужен белый синий то есть это тоже очень круто что все вот так вот на обозрение далее давайте вот эту посмотрим ячейку здесь у меня лежат корректирующие средства и для бровей и подводка подводки вот у меня две подводки то есть брови корректирующие средства и хайлайтер новенький который мне сейчас очень нравится я им постоянно пользуюсь и два корректора для тональной основы тоже шикарная идея то что можно тональную основу чуть-чуть корректировать по цвету светлым или темным оттенком конечно эти штучки дорогие но вот честно они меня очень сильно выручали особенно когда приходили на макияж модели и тон никак не подходил и я делала замесы это было очень круто ну естественно моя палетка для бровей очень ее люблю пользуюсь постоянно что еще вот обожаю сейчас покажу карандаш тоже для бровей Giordani не знаю мне просто порой надоедает палетка я крашу с карандашом надоедает карандаш я крашу палеткой я не могу сказать что я такая непостоянная но вот все же как бы порой хочется что-то менять здесь у меня тоже корректор и праймер для век который кстати скоро закончится прям чувствую легкий уже тюбик такой праймер буду обязательно перезаказывать без него просто я не знаю как без него делать макияж потому что нужна какая-то база а вот в качестве базы я еще использую вот такие тени матовые обалденные тени надеюсь их никогда не снимут с производства потому что с ними получают чудесный макияж можно ими отдельно делать макияж или использовать как базу под сухие тени это просто фантастика вот у меня тут они лежат все в ячейке в одной два новых карандашика стики для глаз и губ смотрите кстати как у меня расход какой идет вот этого карандашика розовый практически целый а этого прямо ушло очень много но очень они мне очень понравились очень прикольные штуки немножко мягковатые карандаши вот эти вот они так классно тушуются и тоже сверху когда тенями проходишь но беда с точением просто поточить их смотрите какой ужас у меня получается вот этой точилкой oriflame здесь есть большой отсек это просто катастрофа они все ломаются из-за того что стержень мягкий он у меня весь ломается и просто эта печаль огромная мне очень жалко что вот как бы такие классные удобные карандаши и не могу ими пользоваться как бы хотелось вот так туши сейчас конечно вот этот tremendous это мой любимый бочонок тушь кстати на первом видео когда снимала вот этого хвостика не было не тянулась потом стал тянуться но ничего страшного так сняла и все обалденная тушь слушайте никогда не любила туши с мохнатыми кистями у меня всегда были тушь пять в одном с эффектом накладных ресниц это просто мои любимые туши кстати вот тут у меня есть тушь тоже специально открывала чтобы попробовать кисть вот она мне совсем не подходит эта кисточка просто я не могу накрасить она мне царапает глаза мне некомфортно я ее оставила беру другой щеточкой отсюда как бы тушь кисточкой пять в одном я беру эту тушь очень тоже нравится вот эта винтовая тушь я кстати ее открыла только начала ей пользоваться и тут выходит новинка и я сразу переключаюсь на новинку это новая буквально пару недель попользовалась и теперь надо и ту и ту использовать как-то параллельно это у меня гель для сейчас его использую для бровей для ресничек точно такой же чистенький видите этот уже грязный я им только брови собираю в кучку а чистенький для ресниц у меня лежит в ванной и я им крашусь утром и вечером как умоюсь и утром как умоюсь и все время ухаживаю за ресничками я могу сказать что вот распространенная такая ситуация когда женщина взрослеет особенно нижний ряд ресниц просто вываливается у многих у меня как-то ресницы держатся вот в одном состоянии и не убегают пока с моих глаз это база под тушь giordani gold очень мне нравится я не часто пользуюсь но пользуюсь особенно когда только купила я постоянно мазюкалась она реально делает такие классные густые длинные ресницы покажу вам все-таки тени вот эти не планировала все мазать но вот кое-что хочется помазать посмотрите какие они красивые они высыхают становятся полностью матовыми и на них чудесно чудесно ложатся сухие тени давайте возьму кисточку и покажу как раз сейчас тени посмотрим так беру нашу палетку the one и наберу какой-нибудь цвет но давайте вот этот и смотрите вот как он ложится отдельно такой полупрозрачный да и как он ложится на основу то есть насыщенность теней однозначно увеличивается в три раза даже да то есть они становятся более такие сразу во-первых быстрый макияж получается очень хорошая тушевка вот они ну красота же супер да кисточка тени покажу тени у меня собраны здесь мои предпочтения которыми я сейчас пользуюсь в основном есть у меня одна вражеская палетка но ее забирает дочь в основном но иногда я тоже делаю макияж тоже прислала компанию на тестирование но тени оказались очень даже симпатичными но все равно oriflame по качеству лучше те тени прикольные но они плохо все таки но не так хорошо тушуются они тушуются хорошо ложатся но если сравнивать oriflame эти тушуются лучше то есть мне с ними проще сделать быстрый такой эффектный макияж например как сейчас у меня на глазах как раз эти тени так далее вот еще чудесная база по тени это стик giordani gold это стик румяна румяна но я их использую везде и на тени это тоже классная база по тени на губы можно чуть-чуть и ну и как румяна получается когда я чуть-чуть подзагорю и у меня будет очень такой классный сочный макияж получаться вот с этой палеткой смотрите если на веки я положу только этот тон из тика то через какое-то время все это соберется в складочках века если же я возьму вот эти золотистые вот розовое золото тени тени кстати пылят немножко oriflame мне это не очень нравится но как бы я уже с этим смирилась и приспособилась смотрите я розовым золотом перекрываю сверху просто запечатываю ничего не искажается то есть цвет практически не меняется он остается таким же невероятно красивым вот этим шиммерным вау просто и тогда вот если я закрепила вот этими сухими тенями он будет лежать очень долго на глазах и не скатываться то есть весь день будет обеспечен шикарный макияж если же я кладу на губы один этот стик то тоже на губах соберется свернется я стал делать так я сначала прокладываю помаду ну просто беру какую-то помаду прокладываю помаду тут покажу вам а потом сверху я просто делаю смотрите вот такое легкое прикосновение помада чуть-чуть подсыхает и я сверху вот так вот просто прихлопываю и вот оставляются вот эти шиммерные частички все остаются на помаде она начинает красиво сиять и потом капельку на румяна и получается такой целостный завершенный очень красивый образ так дальше здесь у меня палетка которая тоже уже хайлайтер закончился в первую очередь он мне очень понравился но благо сейчас есть куча хайлайтеров как например вот этот новенький и также у меня есть кремовый хайлайтер еще прошлогодней коллекции тоже очень шикарный но здесь мне нравится сочетание когда я беру например кисть и собираю сразу так я тут немножко тут немножко тут вот так вот походила покрутила набрала постучала и делаю румяна уже вот этим замесом ну переношу на кожу и получается настолько легкий настолько естественный цвет кожи и с подсветкой за счет хайлайтера что ну вот просто фантастика и я поэтому уже заказала себе такую новую палетку но это еще чуть-чуть попользуюсь потому что все таки здесь еще достаточно много средств жалко выкидывать и открываю сразу новую вот есть у меня еще тени из старой старой коллекции бэри ми вы уже может быть многие не знаете такую серию но эти тени просто обалденные по качеству вот вот просто вот посмотрите любой цвет берешь и они и набираются все очень круто яркие сочные такие эффектные цвета макияж получается обалденный но эта палетка больше как для осени у меня идет и осенью я начинаю вот ей активно пользоваться а сейчас пока что вот как бы так влажные салфетки утащила в ванную и сейчас просто так спонжиком вытру да вот удобно то что здесь всегда стоят ватные палочки под боком ватные диски на всякий случай если мало ли я очень редко порчу макияж там прям ну я даже не знаю это но на всякий случай чтобы не устраивать беготни под рукой вот что-то должно лежать так что еще вам хотела показать но здесь у меня пудра пудра вот такая вот компактная раз есть у меня такая пудра для выпендрежа я ее не использую дома это giordani я просто беру с собой для красоты когда я хожу куда-то и мне надо там видите она даже мне практически не использована подправить макияж я вот так ее достаю это просто безумно красиво и я отмолю компанию oriflame чтобы они начали выпускать красивую упаковку которую вот реально берешь в руки и хочется ей обладать вот хочется вот согласитесь даже если по ароматам смотреть очень простенькая упаковка а это вот прям хочется обладать этой упаковкой да или вот это это уже как бы ну просто вот приятно брать в руки то есть чем круче упаковка тем лучше так дальше здесь у меня пудра который тоже уже сняли с производства к сожалению к моему огромному это была моя одна из любимых пудр вот такой оттенок она просто фантастическая я бы даже сказала вот есть пудра в серии giordani gold рассыпчатая она конечно лучше но это не уступает и она была дешевле практически в три раза и это было очень здорово кстати у меня есть такая коробочка от старой пудры тоже giordani я сюда пересыпала немножечко сияющих блесток для того чтобы маленькую коробочку носить с собой но пользуюсь редко потому что основной сейчас все-таки хайлайтеры вот как бы больше в ходу вот еще есть румяна той же серии azivan но они неудобные в использовании я их иногда рассыпаю поэтому я им практически не пользуюсь хотя румяна очень классно смотрите они сияют вообще но кстати ими начать пользоваться поактивнее смотрите как они сияют все вау классно подводка giordani gold которая у меня очень редко в использовании видите вот за сколько получается полтора года я вот ее ковырнула несколько раз мне неудобно то что нужно кисточку отдельно это отдельно кисточкой помазал куда-то кисточку нужно положить ее надо сразу помыть то для меня это слишком все сложно долго поэтому я не могу так вот этим пользоваться дальше вот такие у меня целая коллекция теней есть еще verymi colorbox двое румян colorbox они по качеству мне нравится очень даже нравится но вот это знаете процессия взял одни тени открыл отставил взял другие открыл попользовался куча теней да хорошо если вот у меня столик я тут могу это все сделать удобно но когда это вот как-то на весу на ходу это вообще неудобно удобно вот так то есть все в палеточки должно быть подобрано либо вот как мы сейчас сами собираем палетку the one очень удобно либо вот так что ну максимальные какие-то цвета уже должны подходить когда это все вот каждую баночку отдельно открой закрой открой закрой это просто запикаем это место так вот закрываю но все равно иногда пользуюсь особенно светлыми тенями я пользуюсь так вот так у меня все это хранится я считаю что это очень удобная такая манера хранения тоналки не показала сейчас использую оттенки то один то другой хочу просто быстрее использовать вот этот aqua boost потому что давно его открыла на мастер-классы и сразу много открыл тоналок у меня еще и стойка есть у меня еще есть в тайнике тональной основы вот такая тональная основа джордани голд матирующая кстати сегодня ей пользовалась вот это как говорится есть такой сейчас тайник покажу вот у меня с двух сторон но здесь пробники в основном лежат а вот с этой стороны есть кое-что интересненькое наверное давайте посмотрим так открываем да видите здесь у меня тоналки еще лежат разные помада почему-то сюда попала тушь giordani вот есть какие продукты которыми открыла например но не пользуюсь помадой сюда вот там в тайничке можно все это хранить единственное чтобы достать надо все убрать с этой стороны на эту ну в общем то я вам все показала давайте покажу вражеские продукты которые у меня есть вот в oriflame был такой карандаш серии the one выкручивающийся это просто нереально крутой карандаш вот у меня все он заканчивается видите уже прям выпадает остатки вот такой цвет и я взяла себе из новой коллекции два максимально подходящих оттенка сейчас покажу это оказалось такой шоколад но он прям в бордо уходит и карамелька а карамелька видите она прям совсем светлая 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 карамелька и получается что я их замешиваю так друг с другом как-то там один посветлее другой чтобы получить хотя бы ближе к этому цвету но все равно он не получается я испсиховалась и я пошла по магазинам искать себе подходящий карандаш я перепробовала все что можно было попробовать и единственный карандаш который я нашла вот этот смотрите он на руке ложится мягко на губах он вообще очень плохо ложится терпимо но плохо но вот иногда я буду наверное пользоваться потому что здесь остались прям крохи крохи а без этого оттенка я вообще не представляю как сделать макияж губ потому что у меня в основном все помады вот именно мне нужен такой цвет так еще что-то у меня здесь есть такое вражеское подождите сейчас найду вот нашла еще два продукта это патчи для глаз мне прислали для обзора реше нашумевшая компания кстати ничего особенного в этих патчах нет но вот я ими пользуюсь чтобы записать обзор это единственный но скоро выйдут в oriflame патчи поэтому я конечно заказывать никогда не буду тем более они не знаю какие дорогущие и спонжик тоже мне прислали для обзора продукцию я вот попросила спонж чтобы попробовать у меня кот его украл видите сделал на нем кучу дырок успел пока я у него отняла но спонжик обалденный вот правда если раньше я прям била пяткой в грудь и кричала что лучше чем вот эта кисть я ничего тонн нанести не могу ничем то могу сказать что этот спонж теперь очень серьезный конкурент этой кисти она стоит просто здесь ждет своего часа хоть просит меня хоть иногда и пользоваться но я пользуюсь спонжиком я просто его единственно каждый день купаю вот он даже сейчас влажненький я его перед макияжем помыла и сразу нанесла макияж то сейчас я его опять буду положу в ванную и завтра перед макияжем я его помою и влажненьким буду делать макияж то есть у меня такая технология мне очень нравится что он чуть-чуть влажненький как бы лучше ложится тон все ну вот я вам показала свой косметический столик надеюсь вам было интересно потому что я сама очень люблю заглядывать чужие косметички даже если это тоже консультанты oriflame всегда интересно как будто что-то новенькое для себя откроешь и зачастую так и бывает что что-то вот новенькое находится мы будем записывать еще обзоры это мы покажем еще кое-что что у нас есть интересное ванную комнату гардеробную и так далее так далее подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик внизу чтобы получать оповещение о том что вышло новое видео и мне будет очень очень приятно почитать обратную связь что для вас было интересно может быть полезное что-то может для себя как-то ну что-то из этого видео подчеркнули договорились ну все давайте прощаться с вами Валилия Домскова с вас лайк если видео понравилось до новых встреч пока пока